Добрый вечер, Абакан, Данила, земляк, получается, Колесникова, доброго дня, Рималдинов, удача, это, кстати, Колесников, Рималдинов, это самая, Железов Юрь, это вся наша гвардия, Бухтияров, Арсен Кострома, так, всем единомышникам из Нижнего Новгорода, привет, Сафин, Драва, Вадим, добрый вечер, так, Железов, добрый день, Надежда, добрый день, Калина, добрый вечер, смотритель, здравствуйте, так, Александр Николаевич, я одну из ваших фильмов себе вставил себе, вот, уроченный фильм полезный, ценный, на свой канал переводил, надеюсь, без обид, дверь добра и света, так, смотри, семена со сладких сварок, уже собрал, вот, он начал падать, груша сварок, вот, и, значит, ну, пока сколько собрал, ну, сотню семян, две собрал, вот, так, что все нормально, для таких, как вы, но я не могу это, так сказать, как это называется, широко размахиваться, но, допустим, всем по двадцать, вам по десять, а бесплатно уже не могу, сильно, много от меня зависит, много детей, которые, извините за выражение, они не знают слова папа, и никому нахрен не нужны, вот, а мне как будто нарочно судьба подсовывает таких детей, поэтому мне бывает стыдно, вот, что я должен просто сказать, да забирайте их, это, по принципу, по Пандополу, забирай все деньги, я еще нарисую, у меня этих семян немерено, а бесплатно не могу, так что извини, Николаевич. Так, сейчас что-то напишет Борис, а вообще, вы же видите, что, помню, первый вебинар, и там час-два приходилось отвечать на вопросы, а сейчас тишина, вот, в принципе, этот наш коллектив, он уже и так все знает, вы заметили, что я повторяюсь? Вот, но проходит несколько лет, и в надежде на новых слушателей, я повторяюсь то, что уже было, вот, и добавляю вот так же, как, ну, видно же, вот, присылает мне эта же самая Антонина Скокарева, побыла в Москве, ну, моими глазами смотрит, фотографию делает, ну, вот же, видно же, что там, где рано, там лишайники, нет рано, нет лишайников, ну, есть рано, есть лишайник, нет, ну, как эти сотни тысяч этих специалистов, якобы, которые говорят, берите щетку по металлу, берите стамеску, и вылезайте все к чертовой матери, ну, как их переучить, так почему они не видят этого? Кто им дал право калечить деревья и учить миллионы людей? Миллионы! Так, так, теперь появились вопросы, так, Виктор, здравствуйте, река Сеть, будут для вас черенки и черешни в этом году еще, да, так как у вас вот, и вот, значит, и вы знаете, что черешня у меня есть, да, вот, но у меня на одно дерево стало меньше, одно все-таки не то, что погибло, а большая часть оказалась сухим, остальные живы, урожайчик слабый, вот, что есть, то есть, то есть, я специально черешней не занимаюсь, у меня бы, но я несколько деревьев еще привил, чтобы хотя бы поддержать или на место, чтобы в железе хоть что-то есть, вот, а буду ли я ветки отрезать, вы знаете, вот, я потом специально сфотографирую молодые персики, сфотографирую молодые, ну, которым 2-3 года, молодые черешни, так просятся ветки отрезать, чуть-чуть, я же тогда по 300 рублей персики ветки отрезал, продавал, это убрали, вроде выгодно, но деревья гибнут, понимаете, я уже чокаюсь, что мне делать-то, я вот здесь прижмёт, отрежу вам черешню, не прижмёт, не отрежу, вот так я отвечаю, давайте ждать этого, радуйтесь, если у меня денег не будет, тогда я вам в севере несколько веток черешни, так, теперь смотрите, смотрите, именно со сладких спрашиваете, так вот, сладких семян груши не бывает, объясняю Николаевич, есть груши молодые и взрослые, вот те гигантское дерево, которое у меня, я таких 2 спилил, потому что их, ну, место особо ждал, да и груш немереные, я таких 2 спилил, осталось одно огромное дерево, оно где-то метров 12-15, наверное, смотреть, у меня какая шапка на голове нет, сразу свалится, и урожай опять, ну, скромнее, где-то ветер 20-30 будет, урожай в этом году, они не съедобные, а вот на молодом дереве, вот, съедобные, на молодом, всё, осталось у них 2, чуть не сказал, 1,5 взрослые и молодые, вот так вот, у них вкус груш зависит только от возраста, я убедился, чем толстые дерева, ни крына никогда не замерзает, не пропускает урожай, и с каждым годом всё, вкус теряет, 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 я всегда говорю, вот вас заинтересовали, Александр Николаевич, именно сладкие груши, так, сладкие, вот, на молодом дереве был сладкий, и все удобные, а тем более выгодные королы, а извините, это всё-таки не это, не Крым и не это, и не Африка, лишь корола, так, тогда получается следующее, вы покупаете эти семена и надеетесь, а лучше, лучше черенки, ва, хотя я запасе семенами, я могу их запасти несколько десятков тысяч, могу, кому не нужны несколько десятков тысяч, даже со скидками их никто не купит, а вот, что касается черенков, вот тут шансы на то, что они будут всё-таки съедобные, и пока молодые, а потом сразу начнут терять вкус, терять сахар, вот так вот я объясняю, а когда семечки посадите, дело в чем, ещё раз, Сварог, и я рад знакомству и дружбе самой Галины Николаевны Бойковой, многолетний директор Шушенского ГСУ, многолетний специалист, один из авторов трёх, одна из трёх Сварога, то представляете, живой классик, вот он в моём саду, вот мы ходим, живой классик, вот он, и, что получается, во-первых, обманывание, что-то точно Сварог, вот он на моём саду показывает пальцем, вот мы приглашаем Курдюмова, Курдюмова больные ноги, вот мы садим его, а они приезжали Курдюмов, и, значит, Галина Николаевна, директор ГСУ тогда, и её муж, так сказать, сотрудник ГСУ, вот, тоже учёный, вот они трое, и только я, я люблю поговорить, извините, только я, значит, позвонил в Абакан, у меня Курдюмова, да вот чё, настолько, да вот чё, сейчас присылаем все мощные группы, приезжает все мощные группы, значит, я их не интересую, Курдюмова, поговорить, а мы в саду, и на фоне, а то как раз Шварога, вы понимаете, мой Курдюмова цветёт, пахнет, потому что это её соль, а тогда уже, пусть прошло 12 или 15 лет, но уже тогда это было мощное, молодое, здоровое дерево, а, значит, а у него больные ноги, мы его садим на стул, прям под деревом, и ещё раз расскажу это, мне не сохранилось, они мне, мне все, все телевизионные каналы давали подарок, рабочий материал, а я потом переделывал фильмы, а тут не дали, рассказываю, как было дело, посадили его, так, съёмка, дубль, начали, здравствуйте, уважаемые жители Хакасии, и Краснодарского края, это говорит Курдюмова, знаете, я в жизни всё повидал, у него полтора миллиона книг, это шутки, полтора миллиона, вот, я всё повидал, но я никогда не был в таком саду уникальном, никогда, то есть, представляете, он, который житель Краснодарского края, он житель станицы, забыл, как называется, Краснодарского края, рядом в Сочи, он никогда не был в таком саду, это его слова, представляете, вот, вот это было, а почему я это сейчас рассказываю, потому что сварок, он для северных регионов очень важен, почему, да, я не люблю сварок кушать, но 20-то вёдр, в один из годов, когда приехали, мы скупаем яблоки, ой, груши, или яблоки, я говорю, ну яблок груши валяется, вот, ну я не собираюсь продавать, они не вкусные, 20 вёдр тут же купили с этого же дерева, я как сейчас помню, по 200 рублей продавал ведро, я заработал 4000 на этой самой свароке, а почему я говорю, а теперь, Александр Николаевич, делайте выводы, так, идём дальше, тут маленько люди писать начали, а то совсем было глухо, итак, груша сварок, привитая, а, самое главное не сказал, груша сварок имеет двух родителей, первая, это же самая шуриевская дихая груша, этому плохо нет, но это морозостойкость сумасшедшая, дала детям, а второй, родитель, прекрасное пыление, французский шикарный сорт, вот и получилось, вот смогли же, морозостойкость от одного, и относительный вкус, хоть какой-то, от другого, вот, и когда я на молодом дереве ем, я ем, у меня по бороде сечет, прям вот так вот, сочная, она пусть немножко с кислинкой, горчинкой, но всё-таки есть можно и нужно, идём дальше, в прошлом году, пишет Борис, у нас был хороший уже яблок, в этом году не было ни одной яблочко на деревьях, так же у соседей, как сделать так, чтобы рожай был ежегодно, ну, во-первых, вам придётся полностью, сейчас отвечаю, то, что не было, это нормально, это и есть норма, поэтому даже у вас, у соседей, не было ни одной яблочко, то, что было накануне, нехороший урожай, первое, может быть, вмешаться такая тенденция, значит, периодичность плодошения, в следующем году, может, у вас снова будет хороший урожай, и это нормально, вот, второе, когда у вас был хороший урожай, я всё скажу, уж извините, я вас жалеть не буду, вы наверняка его собирали с запасом, на хранение, в холодильник, погреб, с соседем, и вы отрывали, когда вы калечили плодушки, я когда рву, мне надо запастись, я не могу иначе, а то получается, сапожник без сапог, я обеспечил всех знакомых, родственников, я каждый день, это полный багажник, перевожу яблок, я их отрываю, я калечу, но мне не ждать, пока упадёт, а потом только на семена, я вам показывал, видели, начало вебинара, тогда получается, что, значит, периодичность обеспечится, ещё и за счёт того, что надо год, чтобы плодушка зажила, или новая она родилась, а плодушка, она должна давать несколько выражаем, год, два, три, пять, идём дальше, значит, это ещё не всё сказал, вот, был страшный удар природы, от Инграда до Владивостока, это прям как нарушено, и это чуть ли не впервые, я такого не помню, не просто во время цветения, удар был, морозы, а позже, когда уже листики начали распускаться, очень страшно, удар был такой, ну, а уж само собой, если листики распускаются, значит, и почки распускаются, не обязательно, но те же цветочные, уже, может, набухли, удар получили, всё, и много деревьев погибло, и яблони много погибло, и урожай, особенно задело, к сожалению, были бравужные речи Путину, вот так сказать, всё нормально, значит, это, значит, про летние морозы, ни слова, да, ну, мы 2 миллиона дадим, да, сейчас, а что говорить новому этому, министру сельского хозяйства, а у нас только так принято, сейчас всё будет, сейчас пальца высосу, 2 миллиона, но это было, вот, а на самом деле, мы же только дачники, говорить только про дачные дела, значит, восстановятся деревья, если они нормальные, и у вас будет урожай в следующем году, периодичность, а не восстановится, значит, удар был сильно сильный, идём дальше, вот, почти всё сказал, что касается, именно в этого года, он был особенный год, теперь так, смотрите, 7 лет назад, выписывал человеке, яблод, синап, но не северный, какой ещё, а есть ещё, это, синап орловский, вот, северный я распространял, и орловский, орловский, это то же самое, морозы, кеста же, размер плода, синап они имеют, вот такое, вот смотрите, основание пошире, а верхушка поуже, вот их фирменное отличие, это есть синапы, и есть не только орловский, но у меня был только северный, это почти зелёные яблоки, с лёгким румянцем, а орловский, он румянец получше такой, более насыщенный, вот всё, ответил на вопрос, вот, Бухтияру, какая будет судьба, сажаться груши, у которого распустились весной листочки, а веточки за всё лето так и не отросли, а вы спрашиваете, может быть, вы видели у меня в каком-то сюжете, это моя, моя груша, может, это ваша груша, вы просто спрашиваете, что если не росло, не хочется расти, может, это однолетний саженец, тогда просто он растёт, но корни отращивает, а на следующий год нормально будет развиваться, у пересаженных, если я угадал, у пересаженных саженцев груш, очень плохие корни, это их фирменное отличие, вот, у них очень плохие корни, поэтому вначале растут вниз, а потом только вверх, угадал, не угадал, так, теперь саженец был, а, вот, продолжение есть, саженец был обрезан перед посадкой, куплен у Сергея Валерьевича, то есть саженец железовский, так, теперь что получается, погодите, вы же живёте в Казахстане, ёх, как вы умудрились купить у неё саженец, когда это было, интересно, он же несколько лет, как не продаёт Казахстан, потому что в месяц идёт посылка, если к вам месяц два посылка, это уже саженец мог быть, только из этого подпорчили, раз, вот, значит, обрезан был, значит, он живой, теперь ещё год надо ждать, пока он теперь начнёт расти вверх, он отрасил корни, у всех саженец в горш, плохие корни, так, смотрите, семена мне не подали, что такое, вот, Николас, я не пойму слово, семена мне не подали, я не понял, что это, на Ютубе перестали выкладывать вебинары, где теперь искать вебинары в запись, ой, 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 в Рутубе, теперь в Рутубе, а, это, мой брат, Железов, можете здесь разместить ссылку на Рутуб, а, если меня слышит, мой брат Юрий Железов, а вот действительно проблемы, поэтому и просмотра в них хрена нету, так, брат, если слышишь, размести здесь ссылку, так, Борис Тверь, были отводки у яблони дички, спилил дичок, привил к отводкам три ваших родителей черенка, ну-ка, ну-ка, 21-23 год, хорошо пошли, все выше моего роста, на светлее, совсем прием, очень светлые, значительно светлее окружение, это болезнь, нужно чем-то помогать, так, это болезнь, ну, болезнь бывает, настоящая болезнь, а бывает, как это называется, просто слабое дерево, поэтому ему не хватает, хлорофилла ему не хватает, это самое, чтобы лист был темно-зеленый, у вас лист светлый, у вас, вы спилили дичок, к отводкам три ваших черенка, хорошо пошли, так, светлая листья, если бы, ё-моё, ну дух, давайте, Борис, присылайте фотографию, будем вникать глубже, ну так, я что могу сказать, так сказать, невозможно, так, бывает так, что посмотришь, там, отводки, яблони, дичка, отводки, привели, вы их пересаживали, не пересаживали, в общем, давайте глубже копать, так, ответить точно не могу, если бы это была бы та самая вактериальная болезнь, он бы просто взял и сдох, а у вас он и светлый, но живой, так, с колесника, Валерий Константинович, большое спасибо за посылку, забрал в Польше ценнейшие яблоки, сибирки, оккультуренные косочки, вишни, черешники, и очень ценный косочки персика, так, сибирки я вам выслал, это вы 850, чтобы заказали сибирку, или 70, я уж не помню, было два заказа, один на 850, наверное, вы, значит, я вам рассказал, как с ней обращаться, так, Борис, весной купил черенки абрикоса, но заболел, инсульт, ой-ой, привить не успел, только недавно восстановился, черенки лежат в холодильнике, есть и смысл делать осенние привыки, если это как уже делать, у меня такого опыта нет, то есть, по моим понятиям, в холодильнике, они должны были использоваться окончательно, лишний год, но, вы можете приобрести собственный опыт, например, привить на следующую весну, и сказать, как с этим, вы не правы, в холодильнике можно хранить лишний год, но у меня такого опыта нет, я бы заказал, ну а годы терять, примили, еще год потеряли, на 90%, вероятно, что, а может, сейчас 100%, что он не пойдет в рост, давайте свежий заказывать, теперь, должен был давно умереть, я говорю, это не только вам, или не именно вам, вот, инсульт, это все-таки болезнь мозга, так, и так, значит, лопается кровеносный сосуд, как правильно лопается там, где вначале, я не специалист, я говорю, только то, что мне взбрело в голову, можете сейчас отключиться, и сказать, мне спасли врачи жизнь, вот, я дальше этих самых, никогда ничего делать не собираюсь, и ваши советы мне даром не нужны, вот, но, можете послушать, особенно касаясь тех, у кого короткие волосы, как у меня, и так, 40 лет назад я привез сюда, почти инсульт с Норильска, вот, дичайшие головные боли, дичайшие, невероятные, я себя за несколько месяцев, вылечил на 40 лет вперед, и мне здесь спал на 74, а у меня 35-38 лет, не заболела ни разу голова, почему, каждое утро, слава Богу, у нас очень ледяная вода, всегда в кране, даже летом, у нас даже летом, в кране, водопроводном, всегда ледяная вода, спасибо этому, плотине газ, и так, я, первым делом, под горячую воду, секунд 10-20-30, я терплю, на пределе горячую воду, а у меня лысая голова, она прекрасно впитывает в себя кипяток, до самого предела, сколько терпения хватает, потом закрываю горячую воду, включаю ледяную воду, вот, и так каждый день, начал это около 40 лет назад, и с тех пор, мне нет вообще головной боли, вот, вам посоветовать, я не собираюсь, почему, потому что завтра вы умрете, знаете почему, вы также взяли крайность, кинулись в крайность, у вас уже инсульт был, это значит, у вас уже, а если вы стронете кипяток, горячая вода, потом холодная, и вы стронете тромб, и он перекроет еще кусочек мозга, и опять лопнет сосуд, или просто перестанет кровь поступать, в какой-то отдел мозга, и у вас отнимется рука, нога, поэтому я никого учить не собираюсь, я вовремя, мне было 34 года, 35, когда я спас себе, и я бы давно был на том свете, иметь молодой, здоровый парень, 34 года, иметь, а в Норильске это в 30 лет, я имел страшные головные боли, дичайшие, я себя вылечил, контрастным этим, назовем это контрастный душ, или контрастное обливание, но я просто наклонялся над этим, над ванной, и подставлял под струю в эту, вот так же я от шпор избавился, но там уже другое, там были два тазика, один с кипяткой, осень горячей водой, другой с ледяной, это меня спасало, а от этого, от астмы, от легочевого заболевания, меня избавило ЕСЕЙ, 30, 35, пришел, разделся, без всякого опыта, без ничего, спасал свою жизнь таким путем, кто меня научил, никто, вот, но я живой, вот, а вам, я считаю, что я вам ничего не говорил, вы можете, по моему методу, усугубить, у вас уже инсульт был, вот, а тем, у кого еще не поздно, особенно 20, 30, 40 лет, еще можно упредить, эти же самые инсульты, по моему методу, это для них, 20, 30, 40 лет, так, теперь, если смысл, я заканчиваю разговор, потом вы начали, инсульт, меня зацепило слово, если смысл, делайте все не прививки, нет, вот, вы хотите время потерять, делайте, и потом нас научите, вот, но я противник этого, все должно быть естественно, смотрите, да, по вашему описанию, Орловский Синапс, Леонид Бухтияров, прошу осенью выписывал на Омск, а здесь забрал сам, в течение суток, а, вы, просто, я отправлял, внутри России, на Омск, а вы забрали, ну, а проблема остается та же, вот, я сейчас, стоит ли, а время-то идет, она все меньше, давайте я другой раз расскажу, как влияет привой на подвой, и почему часто у груш бывают плохие корни, и ничего с этим поделать нельзя, и как выходить с этого положения, у вас это, значит, означает так, сейчас сажается, отращивает корни, а в следующем году пойдет вверх, у меня есть фотографии, да, значит, у меня за, есть такой участок, я ее называю, тепловая подушка, вроде бы, полностью с четырех сторон огорожен, не ветра, красота, вот, такое место, и солнца достаточно, вот, а там, вот таким слоем, когда выбрасывали глину, глину, рыли, этот, погреб, а там же сплошная глина, и тут же рядом раскатали, вот так, на десятках метров, просто вот таким слоем получил, а мне-то куда, я же не могу теперь эту всю глину брать, лопатами, тележками вывозить, добираться обратно до Чернозема, не, небольшой холмик из земли, простой земли, сажаю абрикосы, вот, посадил, они, значит, еле дохнут, еле растут, ну, еще персики, а, ну, персики опять на абрикосах, и на сливах, вот, плохо растет год-два, на третий, четвертый год, видимо, пробили эту корку, вот эту вот, искусственную, искусственную, глиняную, вот эту вот подушку, пробили, а дальше нормально, ну, не нормально, супер, все равно лучше, чем эта корка, но корку пробили, и у меня есть фотографии, там, двухметровое просто, это фотографии Семены Савинич, с ее братом, молодой человек, нормального роста, там, е-мое, значит, это, четвертый год, вот под этот потолок мой, представляете, вот, а начало там было, не растет ни хера, вы извините, я, я не говорил слова такого, вот, все, вроде все сказал, значит, получается, информация, это тоже информация, если Бухтияра живет в Казахстане, то он просто, Омск это ближе к Казахстану, чем мой сын Егорск, это значит, до Омска доехали с Савинцем, а дальше его, его головная боль, кстати, из Казахстана, кто-то сейчас приезжает, скажет, Таня за Савинцем, как он приедет, у меня был такой случай, я даже фотографии делал, я его обрезку сильно делал, в большой китайской сумке увез целый сад, дальше не знаю, добирался как, автобус, автобус, так и добрался, так оно в Савинцем, так, смотритель пишет, смотритель пишет, подождем, подождем, мы обычно час отводим, третий час, нравится разговор, прошло всего полчаса, а потом, знаете, когда я отключаюсь, люди еще продолжают общаться, это мне нравится, подождем, что она пишет нам, его фамилия раскрывает великую тайну, запомнил, столько лет с дружим, его фамилия Писоцкий, Александр Николаевич, так вот, у него много роликов, очень толковые, мне, знаете, как, мне приходилось воевать, в этом, в Ютубе, со многими, ну, вы знаете, я бываю беспощаден, когда учатся, ради Писоцкому, к Александру, смотрителя, ни разу нет, даже придраться не к тем, вот, смотрю ролики, с огромным удовольствием, очень такой гуманный садовод, я даже не все же вам показал, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ну, ладно, я сейчас вспомню в другой раз, вот там, когда вот это, идет реклама, вот этих огромных абрикосов на тарелочке, и это все, и я должен верить, дальше идет, учат еще, вот понимаете, я понимаю, если у вас правда есть сад, но то, что она написала про брестского абрикоса, у меня чуть инфаркт не хватил, что-то с ума сошла, что-то, ну, хорошо, у тебя, в этом, как называется, там, возле Сочи, ладно, там, возле Сочи, там, на Кубани, пускай у тебя калечишь, а они еще почему-то не умирают, но ты же саженцы продаешь по всей России, ты думаешь, кого ты учишь калечить деревья, это просто, я пропустил этот момент, когда я показал, что там такая граника, по-моему, и дальше идет, как, как, учат, как с деревьев, это, выращивают, а, сразу напиши, получили от меня, и выбрасывайся сразу, так, я все еще жду, когда напишет, Александр Смотритель, а я пока могу посмотреть, не потемнели, вот сейчас, то, что пишет в телефон, не потемнели, тем более, что еще общение с вами, друзья, не закончилось, сейчас свободная тема, кто хочет, уходит, кто хочет, остается, это не то, это не то, о, брат, писал видео, а мне это, как быть-то, брат, я не могу сейчас зайти, на YouTube, там огромное количество, чужих, телефонов, вот, а мне надо скопировать, а я не могу, отсюда, прям, не можешь разместить, вот эту сумку, на видео, на вебинар, прям сюда, вот, где люди ждут, и не ждут, а я бы мог открыть, сейчас, этот, это самое, ватсап, и скопировать, а люди увидят, десятки чужих телефонов, а это, я считаю, это неэтично, что-то вы писали, писали, все еще подождем, все свободны, вот, урок закончен, перемена, а там, кто хочет, пусть остается, далее, еще писать, у меня еще полчаса, формальных, вообще про все, так повелось, 300 раз, 응? в этом, ну, ну, Татьяна Александровна, правильно я записал номер телефона, спрашивает Лена Но Татьяна сюда не залазит, я за неё отвечаю Телефон Татьяны Александровны, невестки, которая принимает заказы на Савинсы 8 913 444 3178 Правильно вы записали, Лена Валерий Александрович, как понять цитоплазматическая стерильность Такие саженцы не будут, плоды завязываются, что ли Вот эта цитоплазматическая стерильность никакого отношения не имеет к плодам Стерильность подразумевает, это бактериологическая стерильность К плодам отношения не имеет, не пугать себя Так, ну что, Александр Николаевич, где вы? Писали, писали И брат молчит А мне так хочется, чтобы он здесь ответил на вопрос Вот, видите, вопрос-то был На Ютубе перестали выкладывать вебинары И теперь искать вебинары в запись Вот А я в Ютуб попасть не могу А как там быть? У меня что-то есть в этом У меня вот здесь вот Если я могу спокойно хозяйничать Ой, нет Здесь полно Здесь полно Паролей Тоже не могу сюда зайти Я уже, это Я уже в себя Паролей Так 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 Так, так Ну все, а нет, колесник отчеток Еще подождем, все разговариваю, все свободны Остаются только заинтересованы Антон Колесников, это ой-ой-ой Это Казань Это человек с широкой души Вот Очень широкой души Не мелочи совершенно Сейчас посмотрим, что он нам пишет Вот, кстати, посылку получил от меня Посылка вот такая, тяжелая Ой-ой-ой Там только плодиков Я его, знаете, как схитрил Я не стал высылать У меня в каталоге написано семечки Ну, чем научиться Мне бы плодиками Считаю, получит семечек пять раз больше Тысячи Вот ему повезло Ох, чем меня вспоминать будет Куда столько А мне чекалка, что ли Так Да, раньше приходишь с работы Заслушиваешь полностью вебинары Сейчас Приходится сдать нарезку на ролики в Зене Вот, не обязательно в Зене Нарезка на ролики Мой брат Юрий Владимир Железов Делает и в Ютубе Там нарезка есть В Ютубе На моем канале Канал садоводства по Железову На Дзене тоже есть Там размещают эти же Нарезки автоматом Еще размещают Павел Сав... Нет Павел Троценко Вот Но Кому очень надо Тот нарезки найдет Тот же вебинар Нарезка кусков разрезана Очень удобно Но другое дело Что многие просто теряются Ну, нету, нету Я наверняка потерял часть Часть гостей Часть садоводов Часть будущих денег Вот А, вот Антона Ютуб не работает Ё-моё У меня работает Получается частичная Кого работает Кого нет Так Тогда надо искать На Рутубе А, вот Железов Юрий Кострома Мой брат Вот теперь он прислал ссылку Давайте мы ее откроем Посмотрим А потом вы ее как хотите Копируйте себе Ёлки-палки Ещё Входить-то надо Туда Зарегистрироваться Ой, брат А попроще Нельзя Я сам теряюсь Когда такое бывает Я сам теряюсь Я сам теряюсь Хочу бы сразу увидеть Хочу бы сразу увидеть Ну, по крайней мере Юра, ты меня слышишь Мой вопрос ты видишь Единственное, что я рядом с тобой Дурак дураком В таких вопросах Может быть Всё-таки Это Присылал ты мне Рутубовские Что я сразу открывал Давай подождём Ещё тебя Мне хочется, чтобы Колесников Видел эти же С его Диким Как сказать Не здоровьем С его диким энтузиазмом С его масштабами Вот именно он Там может быть Стать вторым железом Именно он Нахапал столько Что Жутко Извините за слово Нахапал Посмотрим, что брат сейчас пришлёт Да Плохо, что не у всех Ютуб работает Так Костромат пишет Так Со следующего вебинара Сегодняшнего Исправлю Со следующего Вебинара А Ну то есть Сегодняшнего То есть А Исправишь А Так Ну послушаем Антона Я правда Я не совсем понял Брата Антон Колесников Пишет А ещё Рутуб Брат Разберётся Вы присылаете Вот Мне пришлёт Информацию Валерий Константинович Это может быть Гостевая книга Это может быть Ватсап Очень удобно Вот И я вам буду Высылать эти самые Ролики Готовые ролики Или как Чтобы могли попасть Это касается Антона Колесникова И всех остальных Всё Будем закругляться Давайте заканчивать Этот разговор Затянувшийся Благодарю вас за внимание Значит По-прежнему Значит Надеюсь Что Нас прибавится В смысле садоводов Надеюсь Что у вас такие сады будут Вот И Жду от вас заказу На книги На диски На семена Вот А Кто хочет садоваться Поторопитесь Персики Привитые Тю-тю Вот Ещё Не знаю Как это самое Ещё Осень Не наступила А уже Персики Садоваться Проданы Ещё Будут Не привитые Тут можно обращаться И к Татьяне Железовой Так Вот телефон Только себя диктовал Можно Прямо ко мне Можно Их через Юлю Через меня Выписать Как бы Есть Такая у нас Заначка Знаете что такое Заначка Это называется Торговой фонд Есть Несколько десятков Непривитых Саранцев Персиков Заказывать Вот Не жалко Каких-то Тысяча рублей И И Тогда На этом Будем с вами Прощаться Есть Семечки Коточки Диски Книги Даже Саранцы Залепимся Все Благодарю за внимание Друзья Ох Растаемся Благодарю за внимание